И опять здорово. Следующий дубль, значит, очередной вопрос от человека. Познакомился с девушкой, ей 21, мне 28. Она мастер спорта по танцам, она внешность меня устраивает. Вся такая активная, еще боксом занимается. Сходили, посидели в кафе, на следующий день пошли с ней в кино, в кино держались за ручку, она на плечо голову положила. Через неделю сходили в музей, посмотрели скелеты динозавриков. На каждой встрече я ее домой звал, но она не соглашалась. После музея мне надоело, и я больше никуда ее не звал. Просто спросил, хочет ли она ко мне в гости, и сказал, что занята в этот день. То есть уже было три свидания, она даже не дала. Не дала. Она, ладно, сейчас я прокомментирую. Но в щечку целовались. Звать еще раз куда-то ее мне просто уже лень, ибо я не надеюсь уже от нее что-то получить. Но в соцсетях продолжаем общение. Вопрос, что дальше, какие прогнозы забить на нее? Значит, ответ будет следующий. И самое удивительное, что достаточно много довольно взрослых, молчать, людей, вот такие вот, да. То есть мужчина мог там состояться в жизни, заработать деньги, что там, не знаю, чему-то научиться, обучиться какой-то профессии, стать профессионалом. Но с женщинами несколько иначе дела обстоят. То есть смотри, сходили-посидели в кафе, на следующий день пошли с ней в кино, в кино держались за ручку, через неделю сходили в музей. На каждой встрече я ее домой звал. Понимаешь, ну опять же, если вы не знаете базовых принципов, там, как устроена женская голова, то есть, ну самых элементарных, которые есть и в моей системе, и на практике, и везде, и везде. Вы так и будете тупить. Ребят, женщины это несколько отличающееся в плане мышления существо от вас. И как бы все просто, да, нравишься, я нравлюсь, ты же со мной ходишь куда-то, там, целуемся, обнимаемся, пошли домой, пошли домой. Женщина не будет идти к вам домой, потому что она не хочет показаться легко доступной, она хочет сложить в себе ответственность за секс, за близость, за все прочность. То есть, истории старые, как мир, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но вы продолжаете смотреть этот канал и задавать вот такие вопросы. Видимо, невнимательно смотреть. Не пойдет женщина просто так домой, если звать ее просто домой. Это нужно заворачивать специальную в такую другую обертку, во-первых. Во-вторых, то есть, нужно ее по-хорошему возбудить на свидании, то есть, до какой-то степени, чтобы она уже прям вот прониклась. То есть, приходя на следующую встречу, она дает тебе шанс, она хочет, сама просто мир устроен так, что инициатива должна от тебя, плюс она еще должна повыпендриваться. То есть, это никогда не будет работать так, в большинстве случаев, что ты говоришь, пойдем ко мне, говорит, а пойдем к тебе. Это, это скорее исключение, если так будет происходить. После музея мне надоело, я больше никуда и не звал. Просто спросил, хочет ли она ко мне в гости, сказал, что занята вот здесь. Слушай, ну, логично, да, то есть, ну, логика мужчины работает вот так. Но еще раз, здесь нужно научиться понимать, как устроена женская голова. Элементарные законы соблазнения и общения между мужчиной и женщиной должны уйти известны. То есть, уже было три свидания, она даже не дала. Как понять, не дала? Она должна так вот встать раком, повернуться, расснять штаны или там, не знаю, поднять юбку, сказать, ну, давай, поехали. Она что, коровам молоко тебе давать или что? Это какой-то бинго, ты ходишь в однорукового бандита, деньги закидываешь, что ты, наверное, уже 10 раз закинул, он ничего не выиграл, ничего мне не дал. Да не дают женщины это. Женщин надо брать. Нужно учиться брать женщин. Если ты успешный мужик или там неуспешный, какая разница, потому что если ты начинаешь быть успешным женщинами, ты по-любому ускоряешься в своем пути к успеху по жизни. Ну, ты должен овладеть этим навыком. То есть это же стрёмно, когда человек профессионал, достойный парень, там, не знаю, деньги зарабатывает. При этом он абсолютно как слепой котенок тычется, обламывается с желанными женщинами. В щечку целовались, звать еще раз куда-то мне просто лень, потому что уже не надеясь что-то получить. Ну, конечно, потому что ты действуешь неправильно, у тебя стратегически неправильные действия. Но в соцсетях продолжаем общение. Она все еще дает тебе шанс. Она думает, когда же ты правильно меня позовешь, правильно меня соблазнишь. Вопрос, что дальше, какие прогнозы забить на нее. На нее ее надо соблазнить. Но пока ты не знаешь как, то есть для тебя это просто как вот, не знаю, как для меня сейчас мне скажут, иди там на акциях каких-нибудь там ставки сделай. Я нихера в этом не понимаю. Но опять же и меня можно этому научить, если я захочу. Какие прогнозы? Прогнозы такие, что если в ближайшее время ты ее не соблазнишь, значит она просто потеряет тебе биологический интерес. Забить на нее? Ну, я бы не стал забивать, да, я бы попробовал. Ну, попробовал грамотно и правильно. А что дальше? Дальше, если ты ничего не предпримешь своими навыками в соблазнении и в сближении, ты рискуешь либо остаться без секса, оставаться дальше, либо, значит, найти себе какую-то женщину, которая принесла течением с ней, создать отношения, семью, а потом тебе будут трахать мозг всю твою оставшуюся жизнь, пока вы не разведетесь. Если не хочешь этого, то тебя и всех остальных я приглашаю на практику 24 по 27 августа. Здесь внизу ссылка. Заранее бронируй место. Если ты не миллиардер, неуспешный мужик, обычный мужчина, есть рассрочка, то есть все сделано для того, чтобы ты пришел и поменялся, чтобы ты научился понимать это. Многие говорят, что вот ты просто говоришь, вот ты ничего не умеешь, но еще раз, смотри, как логика работает. Она не хочет быть легко доступной в твоих глазах. Она хочет, чтобы она повыпендривалась, почувствовала свою значимость, чтобы ты ее соблазнил, обманул, там сказал, пойдем смотреть ко мне аквариумных рыбок. Она говорит, точно ничего не будет, ты не будешь ко мне приставать? Конечно, нет и так далее. То есть там целая игра вот такая по определенным правилам. Если ты все эти правила знаешь, ты легко будешь приходить к сексу с женщиной. Она же дает тебе шанс, она с тобой встречается. Просто осталось только научиться. И не просто в теории, а прийти еще и прокачать, убавить свою значимость женщин максимально, насколько можно. Включить свой мужской сильный ген, то есть там почувствовать себя мужиком, который выбирает, который может сделать все, что ему хочется. И все остальное в таком духе. Короче, жду тебя на практике, ссылка здесь внизу. Надеюсь, эта история была тебе полезна. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова